Итоги празднования 70-летней годовщины Победы, а также вопросы организации международного кинофестиваля и летней детской оздоровительной кампании стали основными в повестке дня очередного совещания у главы республики. 9 мая в республике состоялось почти 300 культурно-массовых мероприятий. В них приняли участие 172 тысячи человек. Парад и праздничный салют в Чебоксарах собрал на Красной площади в общей сложности 78 тысяч горожан и гостей столицы. Мероприятий было много, всех не перечислить. Обеспечивали порядок сотрудники МВД. Общественный порядок был обеспечен. 2078 сотрудников принимали участие. Привлекали мы в том числе для охраны непосредственно памятных мест народных дружинников. Их было 245 и 95 человек. Это сотрудники частных охранных структур. 9 мая в торжественном митинге и параде на Красной площади приняли участие 30 ветеранов и вдов участников войны. В этом году им особая забота и внимание. Они отдыхали и поправляли здоровье в социально-оздоровительном центре Вега. Лечились в больницах. Для некоторых по состоянию здоровья был организован патронат на дому. Те, кто смог прийти на митинг сам, не пожалел. Когда после парада мы сидели с ними за кашей, за фронтовыми 100 граммами, они действительно высказали слова благодарности. Им искренне все понравилось. Министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова проинформировала, что органы социальной защиты населения доставили более 25 тысяч именных поздравлений главы Чувашской республики. Вручили 24 тысячи юбилейные медали. Через неделю в Чебоксарах откроется 8-й международный кинофестиваль. По информации министра культуры в конкурсной программе полументражных фильмов – 11 картин. В конкурсной программе игрового кино малых народов – 13. Всего жители Чувашии смогут увидеть 43 картины. Всего в программе кинофестиваля состоятся более 110 мероприятий. Это конкурсный показ самих фильмов, как полументражных, так и игрового кино малых народов. Это специальное событие. Будет сформирована специальная программа «Кино детям». Кинопоказы пройдут во всех кинотеатрах столицы Чувашии, а также в Национальной библиотеке, в Институте культуры, во Дворце культуры «Салют». Фестивальные площадки откроются и в некоторых районных центрах. На детскую оздоровительную компанию эти летом будет направлено более полумиллиона рублей. Откроются 20 детских лагерей и 5 санаторно-курортных организаций. Планируется охватить отдыхом и оздоровлением 96 тысяч детей. Это больше, чем в прошлом году. В 2015 году предполагается отправить в Республику Крым организовано 174 ребенка, в том числе 23 ребенка-сироты и остальные дети, воспитанники домов ребенка и дети, которые являются победителями Олимпиад. Они поедут в лагерь «Артек». Есть вопросы по некоторым лагерям. Большую озабоченность вызывает родничок. Это Ядринский район. Имущество муниципальное, но оно передано на долгосрочную аренду частному лицу. На сегодня только 8 путевок заявили родители из разных муниципалитетов. То есть лагерь не пользуется популярностью, к сожалению, среди родителей. Поэтому очень большая есть вероятность, что лагерь в первую смену действительно не откроется. Глава Чувашия поручил всем ведомствам отслеживать санитарно-эпидемиологическую обстановку в детских лагерях и обеспечить их готовность к 25 мая. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика.